Ну вот начинаем здесь стандартно кушать. Стандартное питание утреннее, ну по сути событие это обыкновенный шведский стол. Теперь почему он все-таки делает здесь кушать? Ну путь номер один, я посмотрел, а пока он очень хорошо взяла фрукты, ягоды и орехи, естественно. Все это говорит, что почему бы не кушать то. Теперь вопрос о том, что мы в России так кушаем. То же самое можете прийти в то же самое шведский стол. Но я в этом деле очень сильно сомневаюсь, что турки таким же образом стимулируют рост свинин, потому что свиней они здесь не едят. Понятно, да? Здесь едят говядину, здесь едят курятину, здесь едят козлятину, в смысле овец. Как у нас и вообще? Для России мы просто ехали сюда, с одним человеком переговорили, так вот он специалист в области сельского хозяйства, он так и сказал, что идеальный и самый быстрый рост это с курятиной. То есть в курятину вкладывается большое-большое количество антибиотиков. Знаете, что такое антибиотик? Это тот самый старый и очень самый лучший антибиотик, который у нас всегда лечит. Пенициллин. После этого вы еще что-то будете говорить, что у вас пенициллин лечит, если его постоянно едите. Дальше. Дальше у нас свинина есть. То же самое, быстророщенная. Представляете, да? Там тоже количество пенициллина обакакается, если честно. Здесь я не вижу этого дела и думаю, что не так все по событиям. Что я ем? Естественно. Пункт номер один. Турция. Наши карты. Очень много колбасы, естественно. Но мне больше всего нравится сыр турецкий. То есть в отличие от нас, вот это обыкновенный копченый сыр. Понимаете, да? То есть, когда мы едим свой копченый сыр, как вы прекрасно понимаете, его немножко чуть-чуть другим. Вот это. Видите? Кроме всего прочего, мне здесь реально нравятся оливки. Потому что здесь все на оливковое масло. Даже если я попробую за яичками, они также будут готовиться на оливковое масло. Ну, если не с тем, что мы все-таки дети Молдовы, в смысле моя часть кровь Молдовы, в смысле Тараклея, в смысле Багалурзы, в смысле Болгары. Это часть моей жизни. То есть мы, естественно, очень любим сыр. Козий сыр. Вот козий сыр. Ну, изумительно. А можно еще и тот, который с большей солью. То есть это стандартный козий сыр. А это брыгза. То есть другое мне очень нравится. Как я вам уже объяснил, я ем изумительно на брыгза. Ну, поскольку мы находимся в общем-то не в российском Атере, а Рой Лат Падель больше специализируется на немцах, вот пожалуйста. Бибилус. Каратошечка. И колбаска. Ну, изумительно. То есть, в принципе, в таком отеле можно и позавтракать, но и по обеду. Мы это делаем вам сегодня, покажем. И, естественно, поужинаем. Итак, чем Москва хороша? Типа центр России. Только страна у нас маааасенькая такая. От океана до океана. С морями, естественно. 12 тысяч километров. В некоторых и больших смыслах там никаких дорог и никаких поездов нет. Клево? То да. Ну, просто узюм. По сути событий. Москва, типа, в центре. И в центре, я так понимаю, каждый первый летал в Гугвар. Легко, недорого и качественно. Мы говорим про Магнитогорск. До Москвы 1700 километров. Итак, как вопрос до Москвы и доехать. Я могу лично съездить на машине. Благо, в Самаре свояк по жене. В Чувашии живет папа. А в Москве мои самые любимые болгары или гагаузы, переехавшие из Молдавии. К слову, если бы мы дружили с украинцами, вопрос бы лишался легко. К слову о том, как я еду. А есть бля-бля-кар. То есть, по времени два человека сзади мне компенсируют бензин. Еще один спереди компенсирует хавку. А что не ехать-то? День до Самары или Казани. Там день до Москвы. И мы уже в любое время едим то, что стоит в три раза дешевле, чем у нас. И одеваемся там же. Вопрос с визами делается проще. Шенген либо китайская, либо индийская виза. Это можно сделать из магнитки. Либо еще раз за чужой счет смотаться в Москву. К слову о том, что это могут сделать жители не только металлургической столицы. Страна большая, а времени на качественный отдых с обзором Оны у всех хватает. Ну, понятно, что у меня родственники в Москве. Так возле Москвы сатиритов много. Там и ставьте ваше авто за меньшую сумму. Это нужно сделать. Теперь вопрос то-другой. Турция замяла свои косяки и типа извинилась. Но, господа, если Анталия центр нашего отдыха, то ехать в начале опять же сложно. То есть основы атаманского государства таковы. Вы к нам на дешевый харч, но бабки-то свои вы привезли. И, как правило, вы не знаете, эту самую в Турции мы у вас и отадоим. То есть заберем у вас и вы не прилетите в Россию без бабла. Вы же сюда приехали бабки тратить, а? Так давайте, давайте, давайте. Так вот, в смысле дешевый во всех направлениях Турции я бы рекомендовал Октябрь. Супер идеально и дешево. Но если раньше, вопрос то простой. Вы посмотрите, где одевается местное население. Да, конечно, одевается оно дешево в моем любимом и наглядном Мигросе. Один ряд такие шмотки и подешевле в России будут стоить в разы дороже и больше. А там легко. И вот вам одежда на лето. А почему нет? И кроссовки в Мигросе вы найдете. Немного, но аналогов в городе Магнитогорске по цене нет и не будет. А если мы откроем вам нами забытый Египет, то идеальный вариант это май и все лето с сентябрем. По сути тоже государство лет сто с небольшим назад. С теми же такими же принципами. К слову о том, что в это самое лучшее время вы получите идеальный вариант и увидите самое лучшее. Я, по крайней мере, лучше Красного моря в природе не видел. То есть можно просто прыгнуть и посмотреть то, что вы бы могли, но вам не дают возможности это сделать, потому что у них есть определенный принцип. Там вот подземная, в смысле подводная охота запрещена. А в других странах народ еще более приятен в общении с иностранцами. И вы в любое время, утро, день, ночь, лето, зима, осень, туда прилетаете и получаете изумительный вариант. Кушаете все дешевле, чем у нас и одеваетесь так же. Ну как мой магический конь себя чувствует? Здорово? Да. Здорово? Лёг, вообще-то это мой канал. И никакого вируса в Кавасаке или как-то в Токсаке. Спасибо.